Я из сырого дерева делаю. Это дерево карагаш называется. Бревна в мастерской Нуржана Корсебаева быстро принимают интересную форму. Из них сделали кесе, ложки и черпаки. Все в национальном стиле. Иногда работа почти ювелирная, признается мастер. Деревянная посуда все больше становится похожа на настоящее произведение искусства. Делаю необычные вещи. Каждый предмет у меня друг к другу не похож. Ложки на друг друга не похожи. Вот хитички. Хотим другой размер сделать. Еще орнамент. Первые поделки из дерева Нуржан делал вместе с дедушкой еще в детстве. Хобби так затянуло, что пошел учиться уже художественной обработке. Увлечение переросло в прибыльное дело, когда мастера поддержало государство. Проект посчитали инновационным для региона и дали безвозмездно 3 миллиона тенге. Инновационный проект – это та продукция или услуга, не должна выпускаться или оказываться в Южно-Казахстанской области. Индивидуальный предприниматель МРА, в том числе предприниматель Нуржан, обратился в фаллоту предпринимателей, хотел бы поучаствовать в грантах финансирования. Но если честно, человек сомневался, что это можно, реальность, что можно выиграть этот грант. На смену ручному труду пришли станки. Нуржан что-то купил на грантовые деньги, но есть и собственная сборка. Расход не дает вот этот станок. Не знаю, этот станок есть в Казахстане, нет. Я из интернета начертил, на ремесленнику это сделал. Теперь в своем городе Нуржан самый авторитетный столяр. Опыт передает ученикам. Автомеханик Нурсултан, например, решил сменить сферу деятельности. В мастерской теперь каждый день. Ему уже доверяют сложную работу. Я сначала не думал, что смогу из дерева делать такие вещи. Но получилось. Сначала по шаблону работал, а теперь руку набил. Думаю, это мое. Сейчас в мастерской уже не успевают с заказами. Рекорд 800 кисе за 15 дней. Хотя обычно на это уходят месяцы. Нуржан Корсебаев рад. Дело пошло. Теперь хочет приобрести технику, которая поможет сделать производство безотходным. Готовит здесь места и для новых сотрудников.